Здание детской юношеской спортивной школы номер 25 со специализацией спортивная гимнастика признана аварийным еще в 2006 году. Начал разрушаться фундамент. Хотя постройка не слишком старая, начало 70-х годов, тем не менее конструкция здания оказалась серьезно повреждена. Трещины по всей спортшколе. Ну, в принципе, наверное, это основная беда этой школы. Рассыпается фундамент. Душевые комнаты, обшарпанные, раздевалки там в ужасном состоянии, конечно. Олег Зуев, отец одного из воспитанников спортивной школы, военный пенсионер, офицер запаса, неравнодушный человек, который искренне не понимает, почему к единственному в Омской области отделению детской спортивной гимнастики такое пренебрежительное отношение со стороны городских спортивных руководителей. Обратились в городской департамент физической культуры. Нам ответили, товарищ Пеганский был на собрании. Он сказал, что финансирования нет и денег они взять нигде не могут. Что в городском бюджете нет денег на ремонт этой школы. Прошло уже три года, как на этот железный забор повешен замок. В здании никого не пускают. Часть занятий проходят в спортивной школе на улице Пархоменко, а в основном в необорудованном зале в поселке Светлый. Было бы ничего, если бы все это ненадолго, но в случае со спортивной школой номер 25 получилось по старой русской примете. Нет ничего более постоянного, чем временное. После переселения юных спортсменов немалая часть ребят вовсе перестала посещать тренировки. Дорога стала занимать гораздо больше времени. Ребята не успевают совмещать спорт и учебу в школе. Ну, я одного знаю и второго. Вот они вдвоем там занимались. А сейчас? А сейчас они даже занимаются. Закрыли школу и как бы они там больше не занимаются. Они, наверное, куда-то далеко ездят. Я сам занимаюсь спортивной гимнастикой, но теперь мне приходится далеко ездить, потому что здесь перенесли ремонт на поселок Светлый. Добираться далеко и сложно. Прошло шесть лет с момента признания здания аварийным. Неотапливаемое помещение школы продолжает разрушаться. А работы по его ремонту все не начинаются. Но в городском департаменте физической культуры и спорта разводят руками. Меры вынуждены. Эти у нас не брошены, потому что у нас есть учреждения в 24-й школе. Там есть зал небольшой, но специализированный зал для гимнастики. Они там занимаются. Также мужское отделение, часть ребят мы перевели в основную базу, где у нас преимущественно девушки занимались. То есть, в принципе, учебно-тренировочные процессы не страдают. Ульяну Николаевичу Ракшне, возможно, виднее. Но из-за отсутствия собственной базы, спортивная школа, кстати, Олимпийского резерва, ежегодно не добирает воспитанников в свои группы. Во-вторых, в соревнованиях ребята имеют возможность участвовать крайне редко, потому что тренироваться им негде. Ближайший оборудованный гимнастический зал находится в городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области. Там наши юные спортсмены готовятся к серьезным турнирам. В городской администрации, видимо, понимают, что пауза между словом и делом несколько затянулась. И не очень уверенно обещают. Планируем в следующем году начать капитальный ремонт. Уже начать? Да, здесь будет зависеть от того финансирования, от бюджета. Обещания тоже в лучших традициях отечественной бюрократии. Приходите завтра, а там посмотрим. Что ж, придется подождать. Может, пока чиновники краят бюджет, дети еще не забудут, что такое спортивная гимнастика.